За долгие летние каникулы не мудрено позабыть правила дорожного движения, особенно если сами родители, торопясь на работу, бегут с первоклашками за руку прямо через проезжую часть. Поэтому компания «Ведикон» совместно с управлением ГАИ Рязанской области организовала акцию. Акция заключалась в комплексе мер, направленных на повышение безопасности детей на дорогах. В частности, были изготовлены для учеников младших классов нескольких рязанских школ светоотражающие браслеты, которые позволяют ребенку стать заметнее на дороге для водителей, особенно в темное время суток. Оказывается, правила дорожного движения дети помнят лучше, чем их родители. Прекрасно ориентируются в дорожных знаках, знают, что такое фликеры и куда смотреть, если приходится возвращаться из школы без взрослых. Я знаю, что вот этот знак означает подземный переход, там безопаснее всего переходить дорогу. Еще есть надземный переход, или как его называют, воздушный. Этот знак, это самый простой, он означает, как я сейчас сказала, пешеходный переход. А вот этот знак означает осторожный дети, то есть бывают дети, которые не знают правила дорожного движения, и чтобы предупредить водителя, что они могут выскочить на дорогу. Какую сторону сначала смотрим? Налево. Налево. Поднимите все левую руку, где же у нас лево? Замечательно. После этого куда смотрим? Лево. Направо. Поднимите все правую руку, посмотрите, где у нас направо. Применение полезному подарку от компании «Видикон» ребята нашли сразу. Его можно носить как браслет, прицепить на рюкзак или верхнюю одежду. В школе номер 17 большое внимание уделяется безопасности детей на дороге. Такие встречи с сотрудниками ГИБДД проходят каждый триместр. А прямо на входе, на самом видном месте, располагается схема безопасного маршрута. Она дополняется в зависимости от времени года и прочих внешних факторов, например, таких, как гололед или сосульки. Такие схемы, единственное, что по большим масштабам мы расклеиваем в дневнике нашим обучающимся. Несколько лет это была только начальная школа с 1 по 4 класс. Еще бы взрослые почаще вспоминали о том, что дети лучше запоминают примеры, нежели слова. Эту тему мы продолжим в следующий четверг в программе «Вызов принят».